Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. В этом видео я хочу рассказать, чем меня радуют мои орхидеи, а также поделиться, какие мне сюрпризы преподнесли вот эти два фаленопсиса. Я вам их показывала летом. Они у меня цвели, было домашнее цветение. И вот в начале августа я их решила обработать раствором октары. Обрабатывала фиалки, которые стоят рядом от трипсов в очередной раз и решила, что надо все-таки полить орхидеи, потому что они стоят рядом с фиалочками. После этого буквально за один-два дня очень быстро эти обе орхидеи засушили все свои цветочки. Я поняла, что это связано, скорее всего, с поливом их октары. Также у этих орхидеи была проблема, был снижен тургор нижних листьев. Я протирала эти листья раствором, приготовила раствор из НВ-101 и янтарной кислоты. Потом этим же раствором смачивала ватные диски, прикладывала их на нижнюю сторону листочков, оставляла до полного высыхания и минут на 20-30 прикладывала на шейку тоже ватные диски с мощным этим же раствором. И вот после того, как они засушили все свои цветочки, буквально, наверное, недели через две, я замечаю, что с ними что-то происходит, какие-то изменения. У балма ароматного на конце цветоносов я их не обрезала, они потому что не пожелтели, я их оставила так. И смотрю, какие-то образования. Они стали увеличиваться, я поняла, что он снова зацветает. И вот сейчас, вы видите, у него уже распустился даже, вернее, не один, хотел сказать, один цветочек распустился, уже два цветочка. Вот этот и вот здесь на другом цветоносе. Очень много бутончиков снова образовалось. Возможно, это повлияло, вернее, на это повлияло то, что я протирала вот этим раствором, о котором рассказала. И также меня удивила Бропика Свит. У нее также был снижен тургор, вот особенно вот этого нижнего листочка. Потом он восстановился. И вот после того, как эта орхидея сбросила все цветы, которые были вот на этих двух цветоносах боковых, на этих вот рожках, как я их называю, я замечаю, что на одном из них растут бутончики, появились бутончики, она его нарастила и появились бутоны. А на втором появилась детка. Это первая детка моей практики занятие орхидеями, так скажем. У меня еще не было орхидеек деток, поэтому я была очень рада этому. Вот такая она уже довольно большая. Но кроме этого, позже я замечаю, что у нее еще растет и цветонос, посмотрите. Так что вот такие они у меня труженицы. Она нарастила корешки, новый, вот вы можете видеть. То есть с этими орхидейками все хорошо. И они вот так меня порадовали. Вот такие мои красавицы. Ну а сейчас я расскажу о других орхидейках. Ну а сейчас перед вами другие орхидеи. Я поменяла экспозицию, так сказать. Эти орхидеи тоже стоят на подоконнике северного окна. Вот перед вами камбрия. Я ее купила цветущей. Потом она порадовала меня в этом году домашним цветением. И вот опять у нее появился цветонос. Вот справа сейчас он вам виден. Нарастила она воздушные корни. Я ее не пересаживала, эту орхидейку. Названия у нее не было при покупке, но мне написали, что это фальмонар и монарх. Ну я точно не знаю. Возможно. Вот такая орхидейка. Не пересаживала я ее. Орхидеи я теперь не пересаживаю. Я считаю, что без необходимости их не надо тормошить. Рядом фаленопсис. Писали, что это фэнси. Потом все-таки мне написали в комментарии, что это пандора. Я думаю, что больше эта орхидея похожа на пандору. Нарастила она хорошо воздушные корни. Вот вы видите. И собралась меня порадовать первым домашним цветением. Вот вы видите, у нее справа появился цветонос. Вот эта малышка тоже собралась цвести. У нее желтые цветочки. Тургор листьев очень хороший. Вот этот листочек, правда, немножко желтый. Не знаю, с чем это связано. Может быть, он стоит в левой стороне окна, где немножко бывает утром солнце. Может, это солнечный ожог. И вот такой замечательный цветоносик появился. Так что скоро тоже зацветет. Да, не показал я вам на предыдущей орхидейке, что вот эти вот два верхних листочка, это у нее новые. Уже выросли в домашних условиях. Ну и несказанно радует меня мой зигапитал. Он уже собирается цвести у меня третий раз. Третье домашнее цветение. В декабре цвел. Потом в начале лета цвел. Я тоже вам его показывала. Но тогда был очень маленький цветонос. И всего три цветочка. И посмотрите, какой сейчас цветонос. Вот уже один цветочек собрался здесь вот распускаться. Вот сколько у него много бутончиков. Он, правда, как-то изогнулся непонятно. Я его сначала немножко привязала вот к этой палочке. А он потом взял и согнулся. Как-то сам странно. Вот скоро будет на нем очень много цветочков. Я тогда его цветущим еще раз покажу. Чуть не забыла вот про этого фалинопсиса. Он один из первых у меня. Я его пересаживала после цветения. Называется орхидея дама бланч. Я ее показывала тогда, в прошлом году, после покупки. Очень долго орхидея восстанавливалась после пересадки. Но сейчас с ней все хорошо. Нарастила она много воздушных корней. Вот здесь вы видите. И с другой стороны сейчас я покажу. Вот там вот тоже корешки. И сейчас орхидея порадовала меня также цветоносом, как вы видите. Скоро бутончики распустятся. У нее очень красивые крупные белые цветы. Я тогда обязательно покажу ее вместе с другими цветущими орхидеями. Вот этот большой листочек она нарастила уже дома. Вот такая у меня еще одна красотка. Спасибо, что разделили со мной мою радость. Некоторые свои орхидеи я покажу потом в обзоре цветов, которые собираюсь сделать в ближайшем времени. Свои дендробиумы, которые стоят у меня на южном окне. Котлею покажу. И адонта глоссум. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами была Любовь. Пишите комментарии. Я им очень всегда рада. Если ставите дизлайки и большая просьба, пишите, что не понравилось. Я буду вам только благодарна за это. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Давайте дружить. С вами была Любовь и мои орхидеи. С вами был Игорь Негода.